Девушки отдыхают Джона Аткинсона Кэтрин Ли Лоренса Маха Дэниэль Ферклаф Продюсер Гвен де Марш Шансы В ловушке Автор сценария Патрик Эджворд Режиссер Тони Осика Ну и что ты здесь делаешь? Только не говори, что ты работаешь на Богорта Ло А ты ищешь золото Лендера? Этот Богорт вероломный мошенник Да, но Лендер в грязных делах Даст сто очков Богорту Не могу понять одного Судно в открытом море, а здесь не души Для Банды Лендера все возможно Датчиков, кажется, нет Ни датчиков, ни охраны В чем дело? Судно управляется дистанционно И охрана осуществляется точно так же Пригни голову пониже Зачем Богорту понадобилось посылать нас двоих на это дело? Богорт одной рукой вершит правосудие, а другой ворует Наверное, рассчитывает на то, что уж один-то из нас найдет золото Один из нас должен Контейнер Си-11, ряд 24 Я знаю Что ж, давай посмотрим Сначала кое-что сделаем Пошли, будь осторожен Мне нравится, что ты рассуждаешь здраво КОНЕЦ Ты думаешь, отсюда идут сигналы на берег? Не сомневаюсь в этом Они не могут контролировать абсолютно все Возможно, это не остановит Но хотя бы помешает Умница Скажи только слово, и я шарахну их сотнями вольт Несколько сотен их не убьет Нет Но боль будет невыносимой Пожалуйста, мадемуазель Десат Отлично Богорт велел позвонить тотчас, как я обнаружу золото Надо найти телефон Он знал, что тебе будет нужен помощник Меня незачем страховать Ты специально это сделала? Конечно Ты же знала, что я хочу узнать, что они будут делать Узнаешь через несколько часов Входите Я на одну минуту, мистер Бекер Ванда хоть на целую жизнь В чем дело? Завтра у меня исполняется восемнадцать Восемнадцать? Великолепно Это значит, что ты можешь пить, водить машину и голосовать А что еще? И заниматься любовью Прежде я никогда этим не занималась Никогда не занималась любовью? Никогда Вообще Никогда? Ни разу И честно говоря, не представляю, что это такое Конечно, если не брать в расчет картинки В колледже говорили, что я специализируюсь в девственности Должно быть, курс был немногочисленный Но ты ведь упорная малышка Девушка Женщина А почему? Почему, Ванда? Просто я обещала своему отцу Никакого секса до тех пор, пока Я не окрепна духовно и физически Теперь я окрепна Да, ты уже выросла Я заметила, что отцы приводят сюда своих сыновей Чтобы они приобрели опыт в общении с женщинами Я хочу сделать то же самое С женщиной? Что за чушь? Я не могу тебе этого позволить, Ванда Нет Я хочу взять в учителя мужчину Видишь ли, я знаю одного мужчину, который старше меня Он опытен и может научить меня всему Ну, тогда в чем же твоя проблема? Он так часто намекал мне, что хочет меня Но это была лишь шутка, так мне кажется Будучи девственницей, я должна была показаться ему скучной и заурядной И он отказался от меня Я думаю, причина не в этом А, кстати, кто этот многоопытный ловелас? Ты Что? Пожалуйста, мистер Бекер Пригласите меня в свою постель И обучите меня всем тонкостям секса Я так и знала Ты никогда не был со мной серьезным Нет, Ванда, поверь мне, я серьезен Очень серьезен Знаешь, я всегда мечтал снять с тебя одежду И расцеловать от макушки до кончиков пальцев Ты это говоришь, чтобы не обидеть меня Я переживу твой отказ Поверь, я не отвергаю тебя Я крайне поражен Вот и все Чем? Училась же я водить машину Почему же не взять пару уроков техники секса? Опытный учитель, это очень важная вещь Отлично Тогда до завтра Послушай, а к чему ждать до завтра? По-моему, ты из тех девушек, которые любят вскрывать подарки заранее Я просто держу обещания, данные отцу Мне же еще не исполнилось 18 Но завтра наступает в полночь А сейчас без 10 Я бы мог провести первый урок уже через 10 минут Но я родилась почти в полночь, поэтому у меня нет еще 18 Это случится завтрашней ночи, мистер Беккер Мистер Беккер, теперь ты можешь звать меня по имени, а не мистером Беккером Мне так удобнее Видите ли, я всегда получала от учителей больше, когда у нас сохранялись официальные отношения Ванда, Ванда, это же совсем другое Это секс Тебе, возможно, захочется крикнуть что-нибудь, а мистер Беккер может застрять во рту С какой стати я должна что-то кричать? Вы же будете в этой комнате? Ты действительно плоховато разбираешься в сексе О сексе я знаю все Я прочитала все от Крафт, Эббинг до Камасутры Теорию я знаю Мне только нужна практика До завтра Анжела Эй, кто-нибудь? Что-нибудь Доброе утро. Доброе утро. А, да, привет. Вы уверены, что вам можно работать? Ванда, когда мне потребуется совет медика, я позвоню тебе первый. Да, да, сценарий в работе. Доверьтесь мне. Все, о чем мы говорили, непременно сработает, конечно. Да. Алекс, что с тобой? Сегодня ты выглядишь лучше. Но ты еще не окреп, чтобы заниматься делами. Да, может, дашь мне отпуск. Вот Ванда уже дала мне медицинскую консультацию. Алекс, мне кажется, ты не понимаешь, что с тобой произошло. Мне уже гораздо лучше. Послушай, эта так называемая клиника была опорным пунктом Кроули Лендера. Они накачали тебя наркотиками для этого изуверского эксперимента. Переселение душ, трансформация ДНК или бог знает чего. И все это связано с твоим ближайшим другом Лендером. Со стариком Кроули? С ним самым. Он разрушил вашу семью, а сейчас он охотится за твоим мозгом. Разве ты не понимаешь этого? Конечно. Я понимаю. А что тут происходит? Ну, во-первых, скептик видео. Я хотела бы знать твое мнение. Дай взглянуть. Алекс. Да? Что? Что тебе нужно? Не понимаю. Перестань играть со мной. Что тебе нужно? Мне ничего. Зачем же ты зовешь меня? Алекс, иди домой. Жанна Д'Арк тоже прислушивалась к голосам. А чем кончила, знаешь? Андж, я хочу поговорить с тобой. Знаешь ассоциацию скептики? Я только что вступила... Куда? В ряды скептиков. А что случилось? Что ты хочешь сказать? Ты нашел подход к Фанди? Зачем ты явился? Я здесь по делу. Шон, ты здесь всегда по делу, а с ней ты играешь в кошки-мышки. Послушай, у меня сразу два дела. Я очень занятой человек. Мистер Беккер, я помню, о чем я говорила, но вам не следует быть столь официальным, только потому, что мы с вами собираемся делиться опытом. Делиться опытом? Каким же, если не секрет? Развитие личности. Так она развивается, а ты приобретаешь личность. Разве мы не должны работать над собой? Что случилось? Не знаю. Смешно, но, судя по часам, мы сюда еще не попали. Они спешат на 23 часа. Как это? Судя по галендарю, уже завтра. Пошли. Нам надо найти золото. Ты видишь что-нибудь похожее на золото? Я нет. Я не вижу. Только предметы домашней обстановки. А может, это какая-нибудь золотая плитка или еще что-нибудь? Может. Осторожнее. Тут могут быть ловушки. Да вроде нет. Похоже, здесь нет ничего, кроме нагромождения мебели. Я не хочу слышать о сексе. Давай найдем золото и поскорее уберемся отсюда. Эй, посмотри-ка. Напоминает тебе что-нибудь? Нет. Нет? Этому парню не хватает подружки. Неужели женщины так реагируют на визуальные стимулы? Стимул более чем визуальный. Так говоришь, ловушек нет? Ты говорил, что здесь дистанционное управление? Ты снова это сделала. Они как раз собирались предпринять что-то интересное. Ну, как они могут сделать что-нибудь стоящее? Там нет ни кнута, ни палки. Только примитивные возможности. Господи. Не менее скучны извращенные наклонности других людей. О, Господи. Ты думаешь, это извращение? Насколько я знаю, тебе тоже нравится разнообразие. Где? Что где? Сценарий для скептик-видео. Ты хотела показать его мне. Я сказала, что тебе лучше отдохнуть. Что? Ты не помнишь, что я отдала его тебе? О, если бы ты отдала его мне, я бы его не искал. Это что? Свиная отбивная? Клянусь, его здесь не было. Да. Но почему я его не видел? Алекс, ты много чего не видишь. Почему бы тебе не взять еще несколько выходных? Кто здесь? Возможно, ты сходишь с ума. Кто это? Ты не можешь видеть меня, но ты слышишь то, что не могут слышать другие. Скоро ты попадешь в психушку. Где ты? Здесь. Это шутка. Я здесь. Кто ты? А ты как думаешь? Откуда мне знать, черт возьми? Мы ведь так много общались. Тебе не знакомо мое лицо? Я единственный человек, который тебе дорог. Мной ты никогда не пожертвуешь. Да, это ты. Почему ты не похож на меня? Возможно, это твое истинное лицо. Что ты от меня хочешь? Ладно, мы организуем запасной вариант. Этого будет достаточно. Увидимся. Анжела, это надо подписать и отправить по факсу. Конечно. Можно я сегодня пораньше уйду? Ради бога. Кажется, мистер Тейлор что-то надиктовывает, но я не хотела бы, чтобы он оставлял пленку на столе в мое отсутствие. Я займусь им сама. У тебя что-нибудь случилось? У меня сегодня день рождения. Что же ты не сказала? Поздравляю. Спасибо. Ты собираешься отмечать? Да. Совершенствую свои познания. Кто ты такой? Лучше я скажу тебе, кто ты такой. Ты капризный, злобный, лживый, бесчувственный истукан. Ты жаден, самолюбив, амбициозен. Но при этом ты талантлив и не лишен воображения. Ты герой своего времени. Ты Алекс. 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 Я знаю, кто ты. Кто же? Ты мое второе я. Темная сторона моей натуры. Это ты темная сторона своей натуры, а я чуть-чуть темнее. Что ты от меня хочешь? Я хочу предупредить тебя. Случится нечто ужасное, если... Что если? Ради бога, не надо играть в прятки. Это моя натура. А характер значит судьба. А какова моя судьба? Она отображения твоего характера. Неужели из этого создаются мечты? Нет. Скорее, из этого делают мебель. У тебя есть какие-нибудь соображения? Может быть, золото во что-нибудь переплавлено и замаскировано? Во что угодно. Посмотрим все блестящее. Вещей не так уж много. Улавливаешь, о чем я думаю? Что это? Похоже, ты успела забыть. Вспоминай. Ну же. Честно сказать, в этом костюме ты выглядишь весьма сексуально. Спасибо. Как ходячий презерватив. Не хочешь пройтись вместе со мной? Возможно. Когда ты найдешь золото. Мистер Лендер сказал бы, что дело зашло слишком далеко. Которое? Это или то? Это. Мистер Лендер сказал бы, что самое время проверить систему безопасности. Она проверена. Мистер Лендер любит проверять дважды. Он бы разозлился, если бы обнаружил, что эта парочка оказалась на судне. Вот так. Я знаю. Мы уже слышали. Они обнаружили контейнер. Теперь это дело времени. Дайте мне президента. Это сэр Малькельм Уоткинс. Борис! Как дела? Отлично. Отлично. Забудь о паршивых янке, если хочешь серьезно поговорить со мной. Ты хочешь снова доверять своей дочери? Такая возможность дороже рубинов. Или золото. Для меня доверие величайшая ценность. Тогда позволь своей дочери доказать свою любовь. И как она это сделает? Предложи испытание. Любое. У меня все то же самое. А что я еще могу? А что я еще могу? Ты играешь со мной? Я думал, ты любишь играть. Не так. Что, в постели? Мне нравятся головоломки. Ты ведь в моей голове. Избавься от меня. Ну. Хорошо, хорошо. Хорошо. Ты сказал, что со мной должно случиться что-то ужасное, если... Если не изменится ситуация. Как? Это зависит от тебя. Я хочу тебе кое-что показать. Эта комната была полна жизни. Но скоро ее посетит смерть. Твоя смерть. Должен сказать, удар ножом – следствие твоего распутства. Да, жизнь может быть предательницей. Сложи все вместе. Деньги, власть, женщины, всех цветов кожи. Это ли не судьба и конец? Этот нож войдет в правый желудочек твоего сердца и перережет твою артерию. Только и всего. Это можно предотвратить? Характер и есть, судьба. Вопрос в том, хватит ли у тебя сил сделать то, что необходимо. Отчего так печально, Эмоджу? Она страдает. Почему? Она бросила ребенка. Что с ним будет? Он будет беспризорником, воришкой. Он будет красть, чтобы жить. Может, тебя немного успокоит тот факт, что он понятия не имеет о том, что ты его отец. О, Боже, мне надо чего-нибудь выпить. Пройдет время, Эмоджун проявит интерес к мальчикам с улицы. А с этим они поженятся, не ведая, что они мать и сын. Ребенок убивает своего отца и женится на своей матери. Повторение истории Эдипа. Да? Мы все участники греческой трагедии. Объясни. Каждый из нас испытывает влияние порочных черт своего характера. Например, ты бы мог стать самым богатым человеком в этой стране, если бы уделял меньше времени женщинам и больше бы сил отдавал борьбе. Но характер – это данность. Как цвет глаз, его не изменить. Разве? Что? Посмотри-ка сюда. Эта штука напоминает золотой бутерброд. Слишком большой. Богарт лос справится. Давай выберемся отсюда и сообщим ему об этом. Мы можем связаться с ним прямо отсюда? Да, но надо поскорее выбираться отсюда все-таки. Алло? Простите, не поняла. Это... Дик? Вряд ли мы с вами знакомы, Дик. Честно говоря, мне все равно, что вы там делаете. Пожалейте мои уши. Поверишь, пыхтит, как паровоз. Нет времени это слушать. Вы там делаете? Послушайте, освободите волну, мы пытаемся... Что значит, если я скажу кое-что? Хорошо, скажу. Что? Это точно, что вы освободите волну в этом случае? Хорошо. Черные, шелковые. Ты не поверишь, но он пропал. Продолжение следует... Мисс Северити будет ужасно разочарована. Ужасно. Ты знаешь, где мы находимся, да? Да. По уши в дерьме. Но, Эмирант, мне кажется, что эти парни не понравятся даже непритязательным женщинам. Они выглядят как деревенщина. Я думаю, нам нужен обычный мужчина, такой, с которым они могли бы общаться. Я тебе перезвоню. Тебе еще что-нибудь нужно? Билл, они собираются организовать в своем борделе особую услугу для женщин. Я не гожусь для этого дела. Нет, нет, им не нужны супермены. Супермены? Да они все сидят на стероидах. Знаешь, как они это делают? Накачивают мышцы, где нужно, и сбрасывают в других местах. Они как раз ищут такого среднего представителя, такого, которому женщина потянется, не боясь, что он ее обидит. Я не гожусь. Все, что от тебя требуется, это хорошо к ним относиться, выпивать с ними и выслушивать их проблемы. И? И больше ничего. Пойди туда. Этим занимается Тайша. Тайша. Она руководит этим делом. Я договорюсь о встрече, если хочешь. Хорошо, но только предупреди ее, что я не жигало. За помощь женщинам я не беру денег, поняла? Она славная девочка, Шон. Отнесись к ней с нежностью. Ты знаешь, о чем я говорю? У вас, женщин, столько секретов. Это очень важный момент в жизни банды. Это верно. Серьезно, ты берешь на себя большую ответственность. Я не хочу видеть Ванду морально подавленной. Что ты хочешь сказать? Подумай. У Ванды никогда прежде не было мужчины. Ты будешь служить ее стандартом. Мне жаль тех, кто пойдет за мной. Если опыт с тобой не удастся, то их может просто не оказаться. Ты должен быть на высоте. На высоте? С моими навыками провала не будет. Послушай, большинство женщин с первого раза не достигают оргазма. Например, мне не повезло с первым мужчиной. У меня другая проблема. Если женщина попадает в мою постель, то потом не хочет вылезать оттуда. Я не хочу видеть Ванду огорченной или разочарованной. Разочарованной. Да она получит самый лучший подарок на день рождения. Надеюсь, да, кстати. Не забудь получше упаковать его. Разочарование. Вот так штука. Какого черта я тут делаю? Впрочем, могу поболтать с гостями и с гостями тоже. Но лучше бы с Алексом. Ну, расскажи мне о себе. Дэм, конечно, я хочу все о тебе знать. Давно ты в разводе? Такая симпатичная женщина не должна быть в одиночестве. Брось думать о своем весе. Ты не толстая. Смеешься. Ты... Ты пышненькая, да. Выкинь из головы дамские журналы. Мужчинам нравятся женщины, которые похожи на женщин. Да, верю. Конечно, мне не нравится, когда женщина лежит. Да, ты очень сексуальна. Даже слишком. Привет, дебил. Добрый день. Я Тайша. Послушайте, Шерон сказала, что я должен прийти сюда и переговорить насчет работы. Она считает, что вы подходите? Она сказала, что я буду развлекать? Развлекать? Шер? В чем дело? Шер. Тайша. Брось, я тебя везде узнаю, Шерон. Определенно нет. Дорогая, для чего ты все это подстроила? Вы верно ошиблись. У тебя новые фантазии. Никаких фантазий. Я менеджер. Послушай, Шер. Тайша. Один из нас сошел с ума. Послушайте, вам нужна эта работа или нет? Надо подумать. Это будет зависеть от того, чего ты от меня хочешь. Шер. Воздуха здесь хватит ненадолго. Не в этом дело. Вода будет главной неприятностью. Говорят, человек испытывает эйфорию, когда тонет. Я не знаю, как мы выкрутимся. Может случиться так, что через несколько минут мы умрем. Времени маловато, а то бы... Что? В гидрокостюме ты выглядишь сексуально. Ты выглядишь сексуально и без него. Повтори. И ты сделаешь это ради меня? Без колебаний. То, на что ты решилась, это сверхзадача. Возможно, но я решила возвратить себе отца. Если Кроули Лендер догадается, что пытаешься проникнуть в его организацию, я могу не увидеть тебя никогда. Кого я вижу? Лили Ло. У меня есть дело к мистеру Кроули Лендеру. Ты можешь обсудить это со мной. Ты шутишь. Не шучу. Где мистер Лендер? Прощай, Лили Ло. Мой отец говорил, что вы человек со связями. Несомненно. Твой отец человек чести. А вот кто ты такая, я еще не знаю. Ли Ли Ли. Перейдем к делу, Карлос. Мой отец хочет, чтобы я внедрилась в организацию Кроули Лендера. Кажется, ты не привержена его принципам, Лили. Я бы не отказалась поработать с тобой. Возможно, я дам тебе шанс. Послушай, с меня хватит. Ты скажешь мне, как я могу изменить свое будущее. Иначе тебе конец. Если умру я, погибнешь и ты. Может, я именно этого и хочу? Может, я жду смерти? Не думаю. Если ты часть меня, то нет. Могила, чудный тихий дом, но неуютно что-то в нем. Верно. И как этого избежать? Мне нужно поговорить с тобой, Алекс. Не сейчас. У тебя свидание? Нет, но у меня очень важное дело. Это не займет много времени. Билл. Может, это все еще действия наркотиков, которыми они меня накачали, только мне стали являться видения. Ему кажется, что он видит кое-что. Я только что видел Шерон, как только она утверждала, что она не Шерон. Ей, наверное, лучше знать, Билл. Я на нее достаточно насмотрелся. Я хочу знать, не схожу ли я с ума. Ты сходишь с ума. Заткнись. Что? Билл, это не тебе. Я сказал тому парню. Понимаешь, вот этому парню. Какому парню? Ты что, не видишь его? Тогда у тебя действительно проблема. Тебе надо отдохнуть. Ты что, все шутишь? Что ты сказал? Ты ведешь себя глупо. Если ты будешь продолжать в том же духе, тебе будет плохо. Билл, иди-ка домой. И отдохни. Да. И держи руки поверх одеяла, Билл. Пока. Ну, мое второе я. Ты намерен сказать мне, как избежать судьбы. Я покажу тебе альтернативу. Это было самое грандиозное собрание акционеров. Благодаря тебе? Нет, тебе. Знаешь, что в действительности так подняло наши доходы? Ты хотел, чтобы мы вышли на мировой рынок? Все из-за того, что ты контролируешь расходы. Я всегда говорил, что вместе мы свернем горы. Вместе? Это прекрасно. Это лучше всего. Это самое лучшее. Я бы сказал, что мы владеем австралийским рынком. И дальнейший рост может происходить только при спросе из-за рубежа. У нас есть перспективы. Я вас слушаю. Да. Одну секундочку. А что, если мы обойдем международную рекламную корпорацию на Мэдисона-Веню? Я бы купил за шесть с половиной. Покупай за шесть с половиной. Ну? Надо объединить наши усилия. Выходи за меня замуж. Согласна? Конечно. Ты же знаешь, как я желал эту женщину. Ища бы. Могу ли я это осуществить? Увидишь. Не могу поверить. Вот я овладею Ивандой. Малышка, пора забыть про философию и перейти к делу. Проблема в том, что она так много изучала теорию, что все это будет напоминать экзамен. Я покажу ей все, на что способен в постели, а она будет ставить мне оценки. А что, если я провалюсь? Нет, я буду на высоте. Ведь я Шон Беккер, нельзя завалить такой экзамен. Такого никогда не было. Нет, один раз было, и все потому, что я долго хотел ее. Возможно, я ничего не смог от усталости. Неважно. Сегодня все будет отлично, отлично, отлично. На высоте! Мистер Беккер, в Камасутре сказано, что в сексе насчитывается более сотни позиций. Если мы затратим на каждую по пяти минут, то получится целых десять часов. Хорошо, что завтра воскресенье. Я хочу попробовать все позиции, начиная от позы краба до переплетенного бамбука. Я уже не говорю об игре на флейте. Я полагаю, что мужчина, искушенный в любви, может достичь бесконечного оргазма. Баб Хравия написал Камасутру. Интересно. А откуда у него было столько времени? Он говорит, что мужчины, подобные вам, могут наслаждаться любовью с партнершей часами. В данном случае партнерша – это я. С чего начнем? Еда манго? В чем дело? Не знаю, что-то с дыханием. И руки трясутся. У вас сердечный приступ? Да уж точно, не бесконечный оргазм. Прошу тебя, Боже, не дай мне умереть. Мне еще так много нужно сделать. Так много сделать. Фильм озвучивали актеры Светлана Шейченко и Николай Буров. Перевод – Галина Вишняковой. Звукорежиссер – Сэм Петров. Фильм озвучен телекомпанией «Твин» при участии студии «Аскот» Санкт-Петербург. Фильм озвучен телекомпанией «Твин» при участии студии «Аскот» Санкт-Петербург» при участии студии «Аскот» Санкт-Петербург. Фильм озвучен телекомпанией «Твин» при участии студии «Аскот» Санкт-Петербург» при участии студии «Аскот» Санкт-Петербург» в «Аскот» Санкт-Петербург. Продолжение следует... Продолжение следует...